По характеру. И вот эта вот какая-то фриковость и непохожесть на всё, она сыграла в плюс. Люди стали слушать. Ну, на самом деле, конечно, всё было немножко не так, но про конец мы вам точно не наврали. Нетленка существует. В сети её посмотрело уже несколько миллионов человек. А кроме грустного гимна всех лабухов, у талантливого Вася есть ещё и социальная депрессуха под названием «С чего начинается Родина?» и прекрасная песня под названием «Унылая говно». Она, правда, не очень грустная, но мы её сюда всё равно поставили за название. Пустовала эта ниша. То есть Максим, она была, как в своё время Юра Шатунов для молодёжи, да? Кто-то вот наконец... И девчонки сказали, вот наконец-то! Вот нашлась исполнительница, которая все наши чаяния, все наши печали, все наши... в сопле хочется сказать. Ну ладно. Это юное тело в голубом одеяле прям-таки царевна не смея на российского шоу-биза. С самого начала Максим пронзительно заскулила про трудный возраст, про смятую постельку, про советую всем плакать в дождь или метельку. Ну, дальше, понятное дело, больше. Народ у нас любит пострадать, поэтому Максим очень быстро стал и самой популярной, и самой продаваемой певицей России. И продолжает радовать нас новыми порциями депрессухи. Хотя я слышала радость, но вот это вот... Которых я безумно уважаю. Питер у нас вообще, как известно, столица уныния и меланхолии. Так что неудивительно, что ребята из Крэка сразу решили, что читать будут о грустном. Они даже придумали специальное название для своей музыки. Добрая грусть. Для меня Крэк — это идеальный саундтрек для жизни в Питере. Все-таки ребята очень точно передают питерскую атмосферу. А в Санкт-Петербург вообще там ничего хорошего у него не происходит. Там у них в парадные баяны валяются, и Нева, собственно говоря, воспетая всеми, мне кажется, артистами Санкт-Петербурга. За 10 лет существования Крэк настенал на 7 альбомов. И все они сопливые, слезливые и бесконечно печальные. Даже нет смысла рассказывать про какую-то отдельно взятую и конкретную песню. Они, ну, все чудо как хороши. Слушайте и рыдайте. Группа Крэк сегодня на третьем месте нашего хит-парада «Радио Депрессняк». И снова здрасте. Мы подобрались к самым мрачным звездам отечественного шоу-биза. Сейчас вы узнаете, к чему приводят червячки и кто у нас самый заслуженный депрессун. Гражданин Лысиков делает нам больно уже лет 20. Мы бьемся о стены, режем себе вены и прыгаем с крыш, но продолжаем его нежно любить и внимательно слушать. Псевдоним «Дельфин» Андрей выбрал, видимо, для благозвучия. Ну, Лысик, в самом понимаете, как не туда. Начинал «Дельфин» с уличного брейк-данса еще в далеких 80-х. Примерно тогда же, в 89-м, он создал первую группу «Дубовый Гай». Репертуар Гая чуть более чем полностью состоял из дикой чернухи про наркотики, суицид и прочей приятной глупости. «Дельфин» для тех, кто любит страдать. Я не знаю, в какую еще депрессию еще больше может уйти певец «Дельфин». Ну, то есть у него уже песни, там дальше, я не знаю, про потусторонний мир надо ему петь. Дальше Андрей немножко отклонился от курса вместе с группой «Мальчишник». Ну, что-то ребят проперло на секс. Видимо, гормоны разыгрались. Но «Дельфин» быстренько поправился, вернулся в свой «Дубовый Гай» и записал альбом «Суицидальная диско». Так бы мы, в общем-то, и определили все его творчество вплоть до сегодняшних дней. В жизни людям и так хватает этого всего. А можно это говорить слово? Им каждый день на ноги в метро наступают, там, я не знаю, им не платят зарплаты, увольняют с работы. Ну, давайте им еще вот из телевизора говорить, что да, все плохо, умри, иди, иди туда с балкона прыгай. Мне кажется, ты хорош. «Дельфин, прекращай». Очень хочется руки на себя наложить, но я буду жить. Вот говорят, что «Мрачняк» и «Депрессуха» — это спутники подросткового возраста. Врут. В этом году «Дельфину» исполнилось 40 лет. Он выпустил 6 песен, и все они одна мрачнее другой. Там опять, как и 20 лет назад, песня про «Брошусь вниз головой» и «Собачий вой». От этого верность идеалам юности. За постоянство и четкую линию в искусстве отправляем «Дельфина» на второе место нашего кит-парада «Радио Депрессняк». Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? А вот Зимфира. Имени своего никогда не меняла, псевдонимами не прикрывалась, потому что ей незачем. Она одна такая. Зимфира Талгат Кызы Рамазанова. Я расстроился, честно говоря, по поводу Зимфиры, потому что два ее первых альбома — это было то, что постоянно я носил с собой в плеере. Это была такая улыбчивая, приятная музыка до ромашки. Сейчас, пропуская это через призму ее последующих творений, ты уже начинаешь думать, так, а была ли это искренняя Зимфира? Хотя, думаю, что, наверное, была. Она была такой. В детстве девочка пел про червячков, занималась игрой на фортепиано и баскетболом. Все это делала она блестяще. Червячка показали на местном уфимском телевидении. Музыкальную школу она закончила с отличием. Ну а в баскетболе она и вовсе стала капитаном женской юниорской сборной России. Учитесь, дети! Несмотря на повсеместный успех, Зимфиру с детства грызла изнутри грудь с тоска. Но только этим можно объяснить всю ту боль, которую девушка вот уже 13 лет изливает на наши довольные головы. Зимфира ушла в себя. Потом ушла в Литвину. Потом вернулась. Ну, кстати, она вернулась с достаточно приятным таким сауном новым. Это не погоня за хитовостью, да, это не просчитывание того, что будет популярно. Она действительно пошла и стала делать то, что она считает нужным. А все помнят, с чего граждан Кармазанова начинал, да? Правильно, с того, что все мы умрем. Ну, пока, правда, предсказание Зимфира не сбылось, и многие еще живы. Однако певица не сдается и по-прежнему заваливает нас тоннами меланхолии и километрами ипохондрии. Она все еще надеется, но без шансов Зимфира. Пока Зимфира нам поет, нам есть о чем поплакать. Спасибо ей за это и первое место в придачу. Зимфира на первом месте сегодняшнего чернушного хит-парада радио Депрессняк.